Ребята, всем привет, с вами Лена. Ну что, опять я пошла не в мебельный магазин, хотела в книжный, набрала книг, но что мне радует, что кое-что из этого я уже читаю и кое-что из этого я обязательно буду читать в июне, потому что эти книги были куплены специально для марафона «Фантастическое лето», ссылка на него наверху. Поэтому, вот, быстренько покажу книги, которые вы, возможно, уже видели, если смотрели прошлое видео, но просто они до меня дошли, чтобы вы знали, что да, это точно будет читать. Во-первых, это две книги Герпетра Уэллса «Война миров», о том, как злоинопланетяне вынашли свои злостные, коварные планы относительно нашего человечества, потом, в прямом смысле, спустились с небес на землю, нас атаковали, и вот как мы, простиво, стояли. Вторая книга «Машина времени» рассказывает о, не знаю, как его зовут, о общем, путешественнике, который отправляется в будущее и видит, что люди больше стали похожи на детей, и живут они в каких-то разрушенных замках, среди каких-то машин, и даже не знают, к чему эти машины, механизмы относятся, как ими управлять. С Герпетром Уэллсом я знакома, и эти две книжки, в принципе, для коллекции, хорошо бы знать и уже прочитать в моем возрасте. Еще одну книгу, которая также выучилась в марафоне, это «Автостопа по галактике», но вторую книгу «Ресторан у конца вселенной», и я когда покупала эту книгу, я не знала, что в нее кассово входят обе книги, и первая, да, «Автостопа по галактике», и вторая про ресторан, что, знаете, хорошо, потому что я смогу быстренько пролистать первую книгу, вспомнить, рефрешнуть имена событий и приступить сразу к второй книге, да, к продолжению. Ну и четвертая книга, куплена также для марафона, она подводит подпункт «Фантастическая книга, написанная в последние 10 лет, это «Скажи машине спокойной ночи» от Кэти Уильямс». Здесь мы с вами узнаем историю о машине, которая раздает людям совет о том, как стать счастливым, да, или как поворотить их несчастье. И этой машиной, она такая не операционистка, да, но, наверное, интерпретирует или заводит какую-то формулу, получает алгоритм, интерпретирует то, что это машина. В общем, Pearl оперирует этой машиной, и несмотря на то, что вот она работает и корпорацией, да, хочешь быть счастливым, спроси машину, у нее само с ее сыном далеко не самые лучшие отношения. Это все, что я пока знаю, и пам-пам! Я поняла, что у меня огромная любовь теперь не только к книгам, но и к Форзетсам. Вот, я надеюсь, не одна такая. Поставьте звездочку, если вы тоже увидев красивый Форзетс, я имею в виду, может, звездочку, если тоже увидев красивый Форзетс, думайте, класс, классный бонус. Следующая категория «Сладкая парочка», пусть будет первой «Сладкой парочкой» Твикс, это книги Джулина Феллза, создателя сериала «Авамса Даунтон», даунтон, даунтон. И меня, честно говоря, просто так злить, зачем они налепили, я знаю, зачем маркетинг, но, слава богу, хотя бы не интегрировали в обложку вот эту маншетку, можно полупровку, ну, давай же, сейчас. Значит, Билл Граве будет рассказывать нам историю одного аристократа, его дочка. Она полюбила парня, ну, в принципе, тоже аристократ, но они не успели пожениться, однако она успела забеременеть, и парень погибает на войне, а она погибает во время родов, то есть оставит этот такой незаконно рожденный ребёнок, мальчик, и наш аристократ, не знаю, как его зовут ещё пока, он решает отдать ребёнка в приёмную семью. Но через пару лет, по-моему, 25 лет, начинает эта история всплывать, и вот закрутится над этим сюжет. Вот, вокруг этого о тени прошлого рассказывает нам историю Демина, которого его друг ввёл в такое высшее общество, он кутил, его любили, обожали все девушки, но когда ему там стукнуло уже много хорошего лет, он стал задуматься о том, а кому же оставить своё наследство. И вот этот его друг, который теперь уже больше не друг, а враг, решает всё-таки ему помочь, и отправится на поиски девушки, которая утверждала, что у неё есть ребёнок, да, вот этого Демина. Вот, и друг отправится, друг-не-друг, враг отправится на поиски этого ребёнка, и опять же закрутится история. Я очень надеюсь, что им понравится, но у меня огромный кредит доверия к человеку, который создал Аваус Даунда. Я, конечно, понимаю, не только его силами был создан сериал, но всё же. Так, вторая сладкая парочка, пусть это будет Баунти, это Айрис Мёрдок, тоже моё первое знакомство с автором. Я сейчас уже читаю море-море. Прежде чем начать её читать, я почитала 10 страниц книг, и это было замечательно. В общем, здесь у нас история о таком уже взрослом, под 60-м, если не ошибаюсь, режиссёре, театральном режиссёре, который решил, что всё, ему эти интриги надоели, все эти кулуарные штучки театральные. Он отправляется на берег моря, живёт там в таком полуразрушенном доме, какая-то башенка, и вот он ходит, хлавает каждый день, придумывает какие-то верёвки, чтобы легче было унтёться, забираться обратно из воды и дегустирать очень простую еду. Вот я бы, честно говоря, не море-море, а гастроном. Гастроном бы назвала эту книгу. Но знаете, он режиссёр, поэтому всю жизнь ты что-то ставил, что-то видел, делал какое-то видение, и ты не можешь, наверное, просто своей компанией всё-таки наслаждаться, и поэтому он тоже начинает в этом маленьком городке приморском всякие постановки делать, и уже реальные жизни людей вместо актёров использовать для своих декораций, мне кажется, для своего развлечения. У меня очень странное отношение к этой книге, я её всё ещё читаю, хочу дочитать вот на этих выходных буквально, и уже подробнее в обзоре вам расскажу про неё. Но если вы скучаете по морю, и вам хочется вот этих плесков, какой-то такой простой еды, в общем, такого курортного чего-то, да, начало вас точно не подведёт, но вот дальше очень странненькая история. И также у Айрис Мёрдок я слышала, что Чёрный Принц, который тоже что-то похожее, знаете, даже не стал перечитывать аннотацию, потому что помню там тоже про какого-то очень взрослого человека, может быть, тоже режиссёра, который тоже решает, что всё, я пошёл на пенсию к морю, уезжаю, но тут вроде как его дочка знакомит его со своей подругой, он в эту подругу влюбляется, кстати, вот эта книга. И тоже вот этот роман, не совсем правильный, изложен в книге Чёрный Принц. Я его хотела найти вот в этой красивой, нет, не в этой красивой, а ладно, не спорчем, в такой вот, в премиум серии не нашла, во всяком случае, нигде в наличии запрещены деньги, поэтому взяла буквенистику, знаете, такую тирамису, даже не знаю что, три слоя, вот, но не пожалела. Мне кажется, вот эта обложка, она даже лучше любых других обложек, которые я видела в Армении, потому что здесь моя, видимо, молодая девушка, и наш взрослый человек, который на Фрингенштейна чуть-чуть смахивает, но да ладно. Вот так, что тоже для меня знакомство с автором, я также видела, что в «Читай город» было и просто потрясающие обложки на английском, и я сначала думаю, я буду заказывать на Амазоне такие красивые, в оригинале, а потом я поняла, что эти обложки некрасивые, но почему на них женщины, если главный герой здесь, ну, тут есть, конечно, женщины, но мужчины. Я поняла, что не очень похожи те обложки, они вот, да, наверху сейчас где-то висят, не очень похожи те обложки на те ощущения, которые имеют эта книга, но обложки просто бомба. И Коля, я вам уже показала свою третью парочку сладкую, пусть это будет M&M's, это Антония Бает, поправьте меня, пожалуйста, люди знающие. Риша, привет, ты сейчас поймешь, к чему эти книги. И всё началось с этой книги. Я искала Ангела Насекомой, потому что я знаю, что кое-кто её будет читать, когда-либо я решила прикупить, чтобы тоже там влезть в чужое чтение в совместное третьим товарищем. И узнала про этого автора, про эту писательницу. Начинаю, наверное, совладать, который получила Букера. Здесь тоже, прежде чем купить, я прочитала первые 10 страниц о человеке, который исследует жизнь. Он, по-моему, диссертацию пишет о жизни этого автора. И вот он исследует одну из двух книг как-то раз в библиотеке. И из этой книги выпадают листики, которые похожи на отрывки писем двух людей. То есть этого автора и ещё одной девушки. Я так понимаю, что он начнёт расследование. И если вы смотрели мои пресские видео, ничего вам это не напоминает, потому что мне это ужасно напомнило корабль Тесея. Да, я знаю, что здесь, конечно, будет больше исследование любовной линии, а не самой биографии автора. И всё же мне стало жутко интересно такой зачин. Эту книжку я хочу читать вскоре-скором. Вот, и вторую книгу взяла. Блин, как мне нравится это оформление. Ну, не люблю я в супровложке, и я рада, что они полностью дуплицируют. Ну ты? Твердую обложку дуплицирует супровложку. Так вот. А здесь? Простите. Здесь у нас будет две повести. Одна о натуралисте, который потерпит крушение. И я так понимаю, что когда он выберется на сушу, он поведёт в какую-то семью, где-однозначную, и там будет пытаться найти в несчастье. А второй повести, ничего толком не сказанном, пишет, что только что послужило режиссёру, неважно кому, основой для нашумеющего фильма «Ангелом и сяком». Ну, так как я сказала, что я хотела просто... Я не знаю этого автора, я знала, что кое-кто будет читать эту книгу. Привет, реши ещё раз. Я решила приобрести книгу, чтобы, если что, вовремя влиться и быть готовее на низком старте. Вот. Это такие мои знакомства с авторами. Парочками сразу решила купить. Держу пальцы крестиком, что всё это будет не зря. Итак, следующая моя коллекция. Ох, разнобойная. Итак, начну я с книги. Такое продолжение. Я читала книга «Торговца». Мне, в принципе, понравилась, но больше всего я была влюблена в Ники. И мне кажется, в той книге он писал, что всё, она уволилась, и он кого-то там ещё нанял. Поэтому я не покупала очень долго записок книги «Торговца». Но потом, если не ошибаюсь, Алина, да, читать нельзя жигать, она подтвердила, что Ники здесь будет, и она есть и здесь уже в конце, она уволится. И поэтому я сразу схватила эту книгу, и я думаю, Байтл, мне, честно, Битл, прости, мне на тебя, честно говоря, всё равно. А вот про Ники я хочу ещё больше почитать и узнать, потому что на Ютубе, что нашла, с ней уже пересмотрела, очень по ней скучаю, и да, схватила. Не ради него, хотя отличный человек, ничего против не имею, но в Ники книги «Торговцев» он для меня был не главным. Дальше. «Центр тяжести» Алексея Поляринова. Об этой книге я слышал частенько, но вот за прошедшие, наверное, 30 дней, да, не календарные месяцы, а вот 30 дней, я, наверное, на четырёх каналах слышала об этой книге, и вот, наверное, из-за рассказа Людмилы Ильичи, я всё-таки решила, что да, я хочу. И надо сказать, что все отзывы были всегда просто top of the top, положительные, бомбезные, ни одного плохого отзыва об этой книге я не слышала, и они, я не вспомню, да, как они предоставляли эту книгу, предоставляли книгу, описывали. Но в целом здесь, в принципе, история трёх героев, которые живут в современной Москве, сопротивляются наступлением удивленного в новом мире. В общем, узнаем, мне стало жутко интересно, именно из-за того, что очень я много видела отзывов, но почему-то тот отзыв Людмилы Ильичи просто меня добил. И сразу, наверное, покажу вам вторую книгу, которую я тоже купила. Я вам не скажу, были ли эти книги упомянуты в одном видео, потому что, знаете, я беру там, соберу пять видео подряд, пока что-то делаю там у одного блогера, потом пять видео подряд у другого блогера, и я даже не знаю, это могут иногда быть разные года, разные месяца, но в общем, ладно. Это книга «Последняя лекция» от Рэнди Пауша. Рэнди был профессором информатики, и когда Рэнди был 45 лет, он узнал, что у него последняя стадия рак, ему стало жить буквально пару месяцев. И в университете, в котором он работал, в принципе, есть такая серия лекций, где известных учёных просят написать такую лекцию, как если бы она была их последней, и он тоже написал эту последнюю лекцию. Она, на самом деле, была абсолютно не слезливая, наоборот, полна жизни, страсти, мотиваций, потому что стремитесь к своим мечтам, реализуйте их. И вот эта его последняя лекция реально превратилась в эту книгу. Я давно не читала никакого нон-фикшна, с исключением Фейнмана, но это так редко, что даже не в счёт, поэтому я решила тоже обязательно познакомиться с этим произведением, меня очень заинтересовало. Так, следующая книга, о которой я тоже слышала очень много, это Дарья Великий «Не в порядке» от Popcorn Books. Об этой книге я много слышала, я понимала, что я гадалт, я, и даже если это не совсем я гадалт, но вот эта вот современная жизнь подростков, наверное, не моё, но Катя, Катя Лимонка, привет, если смотришь, спасибо тебе. Её отзыв убедил меня почитать всю книгу. В общем, здесь у нас история парня, такой наполовин Перси, он живёт в Америке, но у него в раннем детстве диагностировали депрессию, и, в принципе, он такой не совсем иллюзимый, с ребятами особенно не дружит, и как-то раз его семья узнаёт, что его дедушка, который живёт в Иране, он в очень плохом состоянии, и его вся семья вместе с Дарием отправляется в Иран, нам навестить девушку, и девушку, дедушку, и там он знакомится с ещё одним пареньком, у них завяжется дружба, и, конечно, через эту дружбу наш Дарий проявит себя. Скажу сразу, что мне интересно. Мне неинтересен момент дружбы, мне интересен Иран. Знойный, вот этим летом я хочу читать про Иран, хотя я понимаю, что здесь, наверное, его будет по минимуму, но что-то будет. Поэтому в итоге я вот как с первого раза, когда первый раз я про эту книгу услышала, мне был только Иран интересен. И вот во всех отзывов у меня был всегда интересен Иран, и, в общем, Катя сказала, что да, про Иран, 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 Иран тут есть, поэтому я тоже с её схватила. Говоря о попкорнбукс, у меня есть пару их книг, прочитала, мне кажется, я одну из имеющихся, может быть, две, но кажется, одну. Это Аристотель и Данте, или Данте Аристотель и следует Тайне Вселенной, она мне очень понравилась, я внесла её в одну из своих самых любимых книг этого года, и если здесь будет дружба, хоть чуть-чуть похоже, или ещё тут пусть будет какой-то такой иранский подтекст, контекст, я думаю, что эта книга тоже у меня имеет все шансы войти в полюбившиеся. Понятно, сумбурно, непонятно рассказала, но вот так же сумбурно в моей главе всё насчёт этой книги. Следующую книгу я подсмотрела уже в Инстаграме, в Быстрый сториз, у Айшат. Айшат, привет, если ты смотришь. У неё там был списочек книг. Я, как всегда, я себя, честно говоря, чувствую сталкером. И простите, если вы так чувствуете, но любопытство. О, боже, что я сделала? Сейчас просто я какая-то стала совсем тропиканкой. Так вот, там были книги, я некоторые из них знала, некоторые нет, и одна из них были летние романы. Это сборник рассказов, из семи рассказов про летние романы. Один – это разговор людей, там, попутчиков. И это, я думаю, не обязательно роман от слова романтика, в принципе, да, романы. Потом есть какая-то One Night Stand есть, есть курортный роман, мне кажется, это синонима. В общем, да, такой сборник летних романов. Я подумала, что да, я хочу эту книгу почитать, а потом я ещё обратила внимание, что это автор «Щтеца», которого я не читала, я не смотрела, и обревелась просто вся. И я подумала, что однозначно хочу познакомиться, и как мне нравится этот формат. Можно все книжки будут вот такие узенькие, удобные? Очень классно, очень мне нравится. И последнюю книгу, которую я покажу. Айрин, привет! Как ты думаешь, что я сейчас покажу? В моём видео про книжный дизайн. Я там читала ответы, и пошла потом смотреть обложки о тех книгах, которых никогда не слышала, и увидела вот Роберта Дэвиса, вот такой вот томик. Здесь три работы собраны, пятый персонаж, Монтикор, Монтикра и Мир Чудес. Это канадский писатель. Спросите меня, кого из канадских писателей ты читал, я скажу, у меня кипит чайник, подождите, надо дойти, пойду сама с телефоном гуглить. Вот, и мне стало, во-первых, интересно то, что, во-первых, обложка. Врать не буду, посмотрела, думаю, нравится обложка, потом разузнаю. Второе, канадский писатель, мне кажется, с которым я не знакома, подумала, обязательно надо познакомиться. И третье, в принципе, я открыла, прочитала первые три строчки, я поняла, что там начинается про каких-то подростков, и подумала, блин, класс, хочу, блин, не вырежу, ну, простите за это слово. Вот, в общем, что здесь? Здесь у нас три истории, они все связаны историей дружбы, такой вражды, трёх людей, которые дружат с детства и до взрослого возраста. У них у всех абсолютно разные профессии, один там политик, другой фокусник, третий историк, если не ошибаюсь, да, и один из них погибает, и двум другим предстоит расследовать, да, разгадать тайну его смерти. В общем, мне показалось интересно, говорят, что наш Робертсон Дэвис, он пару раз попадал в шорт-лист Букера, чуть был, не получил Нобелевскую премию, в общем, мне кажется, что ещё надо, чтобы убедиться, что книга точно стоит того, чтобы с ней познакомиться, а точнее автор. Поэтому вот, с этим пухлючком я заканчиваю свой рассказ о книгах, которые я пробила, ну, за последний месяц, такой не календарный, а 30-дневный. Надеюсь, было интересно, не очень сумбурно. Если что-то читали, обязательно поставьте мне, вернее, нет, ничего не поставьте мне, напишите мне, если что-то читали, с чего приступать, потому что фантастику Байет и Айрис Мёрдок я точно буду читать, а вот этот, что сейчас, вот в последней категории показала, это всё на ближайшее будущее, но такое ещё пока не совсем понятно. Обязательно поставьте мне звёздочку, чтобы я знала, что я не одна схожу с ума по-форзаться. И отличных выходных, здесь жарище, здесь жарище, где? В пригородах Санкт-Петербурга жарище. Пока вы досмотрите, я на Ладожском озере со своей подругой обсуждаю наши планы на лето. Вот, так что я всех крепко обнимаю вот так, и отличный день. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok